Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Игорь Терехов и сегодня в гостях у АИФа Виктор Травин, специалист в области административного права и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Здравствуйте, Виктор. Очень много вопросов поступило к вам, но хочется начать с новости, которую сегодня обсуждают практически во всех СМИ. Это касается законопроекта, который собирается внести в Думу об исключении ГИБДД из процесса оформления ДТП. Сейчас, как известно, нужно вызывать ГАИ, если мы не можем с другим участниками ДТП согласовать ущерб, он должен быть меньше 25 тысяч. И вот сейчас поступил вот такой законопроект, который вы, вероятно, сможете заключить ГИБДД вообще. Как вы можете прокомментировать это? Какие юридические тонкости вы в этом видите? И имеет ли вообще право на жизнь в России вот такой законопроект? Идея абсолютно трезвая, потому что ГИБДД у нас сегодня занимается множеством неслойственных функций, в том числе и выездом на ДТП, что, в принципе, теоретически можно урегулировать и без помощи сотрудников ГАИ. Мы как-то привыкли говорить о том, что в цивилизованном мире водители обменялись полисами и разъехали. Что такое вызвать сотрудника придорожной полиции, они не понимают. Или не очень понимают. Но вся беда в том, что у нас некие подобные нормы оформления ДТП без участия сотрудников полиции уже имеют место быть. Их три. Первое. Если машина создает затор, смело убрали куда-нибудь подальше от места ДТП, и там уже можете дождаться сотрудников полиции. То есть это не участие сотрудников полиции непосредственно на месте ДТП. Норма вторая. Если вы согласны в оценке обстоятельств аварии, вы можете нарисовать схему, выявить свидетелей, подъехать в подразделение ГИБДД для оформления этой аварии. И вариант третий, хорошо известный, но мало применяемый. Если ущерб не больше 25 тысяч, можете вообще никого не вызывать, а что называется обменяться полисами и получить деньги от страховой компании. Вот ни одна из этих норм практически не работает. Хотя то, о чем сегодня говорят авторы этого законопроекта, это, по сути дела, вариации на вот эту тему. Но при том, что идея довольно здравая, она явно не для России. Потому что мы не привыкли пользоваться уже имеющимися вот примерно такими же нормами, которые позволяют, ну, практически в той или иной мере без сотрудников ГИБД формить аварию. Мы, к сожалению, приучены горькой практикой. Если не вызвать сотрудника ДПС, представителя государственной власти, а сделать все самим, кто знает. Примет потом документ страховая компания? Не примет. Получим деньги? Не получим. Лучше не рисковать. Поэтому эта норма, к сожалению, даже действующая, их три, работают очень плохо. Мы к этому не дошли, потому что просто не созрели. Ну, мы не созрели. Но, с другой стороны, еще одна проблема. 25 тысяч – это немного. И оценить сходу повреждения довольно проблематично. Авторы законопроекта предлагают увеличить до 50 тысяч. Вы считаете это адекватной суммой? Или лучше вообще отменить? 25 была суммой адекватной, когда эту идею выдвигали лет 5 назад. Тогда на 25 тысяч можно было купить хотя бы блок-фару. Сегодня на 25 тысяч не купить ничего, кроме двух банок краски. 50 тысяч – это тоже не та сумма, на которую можно отремонтировать машину. В 50 тысяч не укладывается значительная доля дорожно-транспортных происшествий по ущербу. Не укладывается. Средний размер ДТП, о котором стоило бы говорить, как об упрощенном оформлении, это 100-150 тысяч. Поэтому эта норма тоже не работала. И пока мы увеличиваем вот так вот осторожненько, мелкими шажками. 25, потом 50, потом, может быть, будет 75, она не будет работать. Потому что, в принципе, надо отказываться вообще от какого-то лимита. Как в Европе. Лимита этого нет. Вот насколько причинил ущерб, согласен в оценке, обменялись полисами, разъехались. Вот эти вот 25 пугают так же, как и будут пугать 50. 50 будут пугать так же, как пугать будут и 75. Я не эксперт, я могу ошибиться. Я ошибусь, а потом буду доплачивать деньги из собственного кармана. Мне это надо? Конечно, нет. И так рассуждают большинство водителей. А если вдруг случится чудо, и этот порог будет отменен, то не вызовет ли это волну мошенничества? И, соответственно, это будет препятствием для реализации этого закона правительства? Если подходить по такому принципу, я думаю, что всем гражданам целесообразно сразу дать, как минимум, в 15 суток, на всякий случай. Как максимум, у нас отменили смертную казнь. Ну, пожизненная. А вдруг, а мало ли, а не дай бог, так подходить нельзя. А приори мы все граждане законопослушные, пока не доказано обратное, вступившему в законную силу приговорам суда, в частности. Поэтому подозревать всех априори у нас права с вами законного нет. А если страховые компании или те, кто лоббирует их интересы, считают, что все в стране жулики, значит, им просто нужно менять страну, потому что поменять народ невозможно. То есть вы в целом настроены довольно пессимистично относительно этого законопроекта и подобными? Более чем. Хотя идея правильная, потому что она получила поддержку в Европе. Практическую поддержку. У нас она не получила пока никакой. Полтора процента водителей, попавших в ДТП, пользуются упрощенной схемой оформления. Это не просто ничтожно мало. Это где-то на уровне погрешности. Спасибо. Ну, я вернусь к вопросам. Перейду сразу же. Игорь Порфирьевич спрашивает, точнее, консультируется даже. Случилось ДТП, в котором я не виноват. Я виноват, простите. Ущерб мелкий. Посудравший говорит, из-за такой мелочи я ждать не буду и уезжает. Могу ли я уехать? А вдруг он раздумает, приедет и скажет, что я сбежал с места ДТП. Это очень частый вопрос. Я его встречаю на форумах. Более того, так многие делают. Многие делают. Ударили по рукам. Написал расписку, претензий не имею. Ехал, потом приехал домой, подумал, а что это я не имею претензий? Посмотрел потом при свете дневном, а там, ой-ой-ой, какая царапинка-то. Тысяч на пятьдесят как раз тянет. Возвращается на место ДТП, звонит в ГАИ и говорит, вот вторые сутки стою здесь, жду. А второй негодяй удрал. Вот, находите его и оформляйте. Не только ДТП, но и оставление места ДТП. Никакой ситуации. Место ДТП оставлять не стоит, если есть разногласия в оценке обстоятельств самой аварии. Уехал второй участник? Не уехал. Если вы не договорились о том, что вы оформляете в упрощенном виде, в таком случае вызываем сотрудников ГАИ. Ждать сутки надо? Значит, будем ждать сутки, потому что вам потом дороже обойдется за оставление места ДТП до пятнадцати суток административного ареста. Это хуже, чем одни сутки на дороге. Ну, весьма. То есть ждем в любом случае, даже если разногласий на первом этапе, скажем, обсуждений нет, все равно нужно составить что-то, все равно нужно дождаться. Нужно хотя бы заявить о том, что вы явились участниками ДТП. Просто так сбежать, не уведомив об этом органы внутренних дел, не заявив об этом нам, пока, к сожалению, вот в этой ситуации права не дано. Следующий вопрос. Тоже ситуация. Стоит машина на обочине, за рулем супруга, трезвая. Я сижу рядом, не трезвый. Подъезжают сотрудники ДПС, приказывают выйти из машины и спрашивают, чья машина. Я говорю, что моя, и они требуют у меня водительского удостоверения. А я его дом оставил дома, потому что знал, что буду выпивать. Они тогда оформляют протокол на меня за езду в нетрезвом виде. И я больше, ну, я теперь боюсь садиться за руль, ведь я уже в базе. Что делать? Очень странная ситуация. Жена за рулем трезвая. Да, и машина стоит. Машина стоит. Муж рядом в качестве пассажира нетрезвый. Транспортным средством никто не управляет. Во-первых, очень удивительно, почему водитель, даже не водитель, пассажир, почему передал водительское удостоверение для проверки. Непонятно. Ведь у нас передавать сотрудникам полиции документы для проверки обязан водитель, то есть лицо, управляющее транспортным средством. В этот момент таковым он не являлся. И с сотрудниками полиции возникали вопросы, кто он такой, мог предъявить в конце концов паспорт, пропуск в баню или студенческий билет. То есть документ, удостоверяющий его личность. Но водительское удостоверение показывать, он был не обязан, потому что не обязан был подтверждать право управления. Подтверждать нужно, когда рулишь, а когда сидишь, не надо. Это первая была ошибка. Ошибка вторая. Конечно же, нужно было тут же, чтобы супруга, которая сидела за рулем, в своих объяснениях указала, что за рулем находилась она, хотя машина не управляла, а нетрезвый муж находился рядышком в качестве пассажира. Свидетели. Чем больше, тем лучше. Чем менее заинтересованные свидетели в исходе дела, тем тоже лучше. Но ситуация довольно абсурда. У меня такое ощущение, что задавший вопрос, чего-то здесь не договаривать, потому что нужно быть уж совсем отпетым сотрудниками ДПС, чтобы вот так перевернуть с ног на голову обстоятельства дела и фактически дело сфальсифицировать. Я слышал, я читал на форумах, опять же, подобные истории, ну, примерно подобные, когда человек выходил, спускался во двор в свою машину в нетрезвом состоянии, не ехал, на него просто садился по какой-то причине, забрать документы, может быть, завести, прогреть ее, но не ехал. К нему подъезжали сотрудники ДПС, вытаскивали, просили выйти из машины, он не трезвый, но машина стоит, он там сидит, как бы водитель, оформляется. Нет, он не водитель. Если он сидит и машина заведена, то есть заведен двигатель, он не водитель. Он может быть кто угодно, пассажир, собственник, кто хотите, только не водитель. И опять-таки документы передавать сотрудникам полиции не обязаны, я имею в виду водительское удостоверение. Но меня всегда удивляли люди, которые не нашли возможность выпить пиво дома на кухне, спускаются в машину, чтобы выпить пиво именно там. Это еще и с друзьями. Забрать что-то. Забрать, забрать. Еще пиво забрать. Еще пиво забрать. Понятно. Дело в том, что доказывать сотрудникам полиции в этой ситуации что-либо довольно бессмысленно, как показывает практика. Вы можете показать, что у вас холодный двигатель. Достаточно приложить руку к капоту, чтобы сотрудник полиции убедился. Да, машина никуда не ехала. Двигатель холодный. Вы можете, как это было в одном из судебных дел, представить справочку из автосервиса, что трансмиссия находится в ремонте на сервисе. Машина физически не может двигаться. Ну, эта справочка будет подвергнута сомнению в суде, потому что вы защищаетесь. Вы можете показать, что на снегу нет следов от протектора. Машина, а снег выпал еще вчера, следов нет, значит, как минимум сутки машина не двигалась. Вы думаете, сотрудники полиции это не понимают? Они в своих рапортах все равно напишут, что за вашей машиной они гнались от самого Владивостока. И только в Москве где-нибудь на одной из улиц, в вашем дворе, наконец-таки вас догнали. И таких рапортов надо будет два десятка, надо будет четыре десятки. И весь батальон или вся рота поддержит того, кто скажет, что я за ним гнался. Для чего это делается? Со стороны сотрудников полиции. Хотя у нас сегодня деятельность полиции оценивается не по количеству возбужденных дел, то есть составленных протоколов, а якобы по оценке граждан, на самом деле все как было, так и осталось. Сегодня сами сотрудники ГАИ жалуются, а с нас опять требуют протоколы. Не принес за смену нужное количество протоколов, значит, пьешь чай без сахара. Поэтому сотрудник полиции прекрасно понимает, что все признаки указывают на то, что машина не двигалась, нет состава правонарушения, как управление в нетрезвом состоянии. Но ему бедному деваться некуда. Ему комбат сказал, сегодня привозишь восемь протоколов на пьяных, шесть на отказавшихся и три на пешехода. Он понимает, доказывать ему ничего не нужно, просто бессмысленно. Он все равно состряпает дело, отправит дело в суд. В суде больше шансов победить, но в суде должны как минимум все-таки присутствовать, если есть возможность, видеозапись, а на подъездах очень много стоит видеокамер, показания свидетелей, не заинтересованных, ваша теща, бабушка или соседка, не заинтересованы тоже, но суд воспринимает их именно как заинтересованных лиц, особенно если вы хорошо знаете друг друга и здороваетесь по утрам в лифте. Поэтому должны быть люди совершенно посторонние, чужие. Шансов объяснить суде, что это обыкновенное сортифицированное дело в угоду плану, больше, чем доказать то же самое сотруднику полиции. Ну, если вот предположить, что такая ситуация происходит, то по большому счету документов предъявлять не надо, нужно просто развернуться и уйти? Это как быть? Нет, почему же? Я готов удостоверить свою личность. Ну, паспорт. Можно паспорт, пропуск в баню. Если документов нет никаких, учитываться при установлении личности могут даже свидетельские показания. Идет там бабушка какая-нибудь с собачкой. Тетя Марусь, можно секундочку вас? Вот сотрудники полиции не верят мне, что я Травин Виктор Николаевич. Будьте любезны, вот, тетя Марусь, скажите, кто я? Она говорит, да, милок, знаю. Травин Виктор Николаевич. Вот это уже один из способов установления личности. И сотрудник полиции должен принять внимание. А если больше никаких вопросов к человеку нет, так отпустите его, установите. Тем более личность-то установлена. Я понимаю, не была бы установлена, да, какой-то повод там для задержания, для доставления, для выяснения. Но если выяснили личность, то я ничего не нарушил, значит, повода задерживать меня нет. Ну, то есть после этого я могу развернуться и уйти, по большому счету? Ну, теоретически, да. Но вам могут поставить подножку, дать дубины по хребту, или сунуть еще что-нибудь к вам в ухо, чтобы вы хорошо слышали указания сотрудника полиции. Стоять не с места. Может и так быть. Но теоретически, если вы ничего не нарушили, остановить для задержания, они, значит, должны отпустить или вы имеете полное право, уйти сами, если вас никто не задерживает. Ясно, спасибо. Сергей Алексеевич, опять ситуация. Недавно я проезжал в районе города Тобольск и был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушения. При составлении протокола я попросил о рассмотрении моего дела по месту регистрации автомобиля. Я проживаю в другом регионе. На этом мне было сказано, что все дела о нарушениях рассматриваются по месту нарушения, и мне необходимо явиться через неделю на разбор в Тюмени. Возможности у меня такой нет. Правда ли, что сейчас рассмотрение дел только по месту нарушения? Нет, по месту жительства можно. Может, по месту жительства. По месту нарушения нарушения дела рассматривается априори, если вы не заявили ходатайство, а направление дела, ну, например, для рассмотрения по месту жительства. Конечно, странно было бы, если бы в Тобольске были проездом, что-то нарушили, теперь всю оставшуюся жизнь ездить надо до того, чтобы рассмотреть дело в Тобольске, потом подавать жалобы, потом в порядке надзора, и дальше, и дальше, и дальше. Понятное дело, что вы можете просить, а суд в этом случае обязан удовлетворить ваше ходатайство о направлении дела для рассмотрения по месту жительства. Это ваше законное право воспользоваться правом на подсудность. И, значит, суд должен такое требование удовлетворять. Сотрудник ГИБДД не прав. Сотрудник ГИБДД не может рассматривать ходатайство, потому что вопрос о направлении дел находится в компетенции суда. Поэтому сотрудник ГАИ может лишь вам сказать, куда подавать ходатайство, а куда, понятно, в суд, когда туда поступят материалы дела. Спасибо. Еще одна ситуация от Сергея. «Хотелось бы выяснить, правомерна ли остановка транспортного средства вне стационарного поста без нарушений ПДД с аргументацией «У меня ориентировка на ваш автомобиль, похоже, числится в угоне». На мою просьбу ознакомить меня с данной ориентировкой последовал ответ. Это служебная информация, предоставлять ее мнение для знакомления никто не обязан, а проверка документов не займет много времени. При этом я точно знаю, что мой автомобиль в нашем поселке единственный и очень приметный. Что я могу ответить сотрудникам ГИБДД? Ничего. Родным счетом ничего, потому что, ну, во-первых, давайте разберемся, имеет ли право останавливать вне стационарного поста, если вы ничего не нарушили. Имеет право. Если издан какой-нибудь распорядительный акт руководством ГИБДД о том, что сегодня занимаемся отловом всех, кто превысил скорость, или операцией рыба, путина, невод или наркотики, значит, будут останавливаться в рамках этой операции, даже если вы ничего не нарушили. Поэтому уповать на то, что я не нарушал постные стационарные, зачем меня дергать, к сожалению, не приходится. Теперь к вопросу о том, а как быть в подобной ситуации. Понятно, что сотруднику полиции информация о том, что машина похищена, не обязательно приходит в виде талмуда по утрам такого 28-страничного. Она может быть передана по рации. Вот стоит бедненький на посту, мерзнет. Вот там, 6-й, 8-й, 8-й, 2-й, 9-й. Ну, с такой-то улицы похищена такая-то машина. Ну, что ему делать? Ну, по логике нашего слушателя, зрителя, читателя, наверное, есть смысл поехать в подразделение и получить там копию этого документа. Не дадут. Информация оперативная. И сотрудник полиции за ней тоже не поедет. Но он руководствуется информацией, которую получил по рации. Стало быть, он не может игнорировать исполнение этой информации, при том, что она пришла к нему, пусть даже в устном виде. Это его обязанность искать. Другое дело, что, конечно, здесь некий элемент лукавства. Сотрудник полиции говорит, ну, ваша машинка очень похожа. Товарищ инспектор, ну, так похожа, но не она же. Но я должен проверить все похожие. И даже просто приблизительно похожие, а не очень похожие. Это его законное право. Если вы считаете, что он превысил свои полномочия, занимался самоуправством, в конце концов подайте жалобу в прокуратуру. Пусть прокуратура выяснит, а были ли основания для остановки и для проверки. И выяснится, что нет. Во-первых, украли Мерседеса, у меня Жигули. Во-вторых, украли Мерседеса черного цвета, у меня зеленый. Украли с номером 364, а эта машина 592. Основания не было вообще. Но этим занималась должна прокуратура. Пусть она. Не ленитесь писать прокуратуру. Только ей сегодня удается, как правило, чаще всего, решать подобные проблемы с сотрудниками ГИБДД. Вот такую ситуацию представим. Я еду по темной дороге, стоит сотрудник, хочет меня остановить. Я думаю, что это злобный оборотень в погонах, он меня хочет зарезать, машину угнать. Я проехал мимо него и доехал до ближайшего поста. Это влечет за собой какие-нибудь страшные последствия? Ну, как минимум 200 рублей штрафа можно получить. Как максимум пулю в затылок. 200 рублей штрафа за невыполнение законного требования об остановке. Мы с вами тоже, наверное, должны предполагать, что это настоящий сотрудник полиции. Потому что если предполагать, что страховщики-мошенники, водители-мошенники, в налоговую пришел, там все мошенники, тогда жить в этой стране нельзя. Мы исходим из того, что это действительно сотрудник полиции. Ну, если, конечно, он не вышел в форме лесника, в подштаниках и в женском, извините, нижнем белье. Если он в форме, если есть нагрудный знак, то есть все внешние атрибуты сотрудника полиции, ну, значит, будем считать, что это на самом деле сотрудник полиции. Порядок действий в этом смысле у нас, к сожалению, не определен. А что делать? Лес, темно, страшно, девушка за рулем, и только волки воют. Ну, во-первых, сотрудники полиции не имеют права останавливать в неосвещенных местах, но есть же, в конце концов, крайняя необходимость. А вот есть подозрение, что вы везете сбежавшего с мест заключения преступника. Ну, что ж теперь, ждать, пока рассветет? Нет. Будут останавливать. Но в этом случае всегда рекомендую, хоть это не прописано ни в одном драмативном правом акте, тем не менее действовать просто. Окошечко приоткрыли, нога по-прежнему на педали КАЗа. Так, уважаемый инспектор, ваши документы обязан предъявить, служебное удостоверение. Этого малого удостоверения можно купить. Дежурную часть звоним, и он на борту его машины должен быть номер. Если номера нет, звоним 112. Звоним, выясняем дежурную часть. Здравствуйте, инспектор вот такой-то, с таким нагрудным знаком работает у вас? А где он сегодня? Как, в отпуске? Как он? А что, уже не работает? А кто что-то передо мной здесь стоит? Вот вам повод вызвать сотрудников полиции настоящих. Если работает, ну что делать? Уважаемый инспектор, я верю, что вы настоящие. Но честное слово, у меня маленький ребенок, у меня беременная жена, мне страшно в лесу. Давайте проедем до ближайшего поста ДПС, до ближайшего отделения милиции, до ближайшего хотя бы освещенного участка дороги. Я вам все покажу, расскажу и дам попробовать. Но здесь, в лесу, честное слово, поймите меня правильно, мне делать это страшно. Умный пойдет навстречу, а с бандитом разговор будет короткий. Спасибо за такой подробный ответ. Немного в сторону от ГИБДД. Евгений Ким спрашивает. В начале прошлого года продал машину по гендоверенности перекупщику, знаю, что дурак. Кто, перекупщик или тот, кто спрашивает? Вероятно, кто спрашивает. С учета снял. А недавно пришло письмо из налоговой с требованием сдать декларацию и заплатить налог. Но дело в том, что я понятия не имею, кому, когда, за сколько был перепродан авто, тем более у меня нет никаких документов об этом. Как быть? Тоже частый вопрос. Многим приходят из налоговой документы на машину, которая была продана год, два, три назад. Если документов нет никаких, а по гендоверенности, я обращу ваше внимание, машины не продают, по гендоверенности машины передают во временное, вот на срок действия доверенности, пользование, владение, распоряжение. Фактически имелось ли место сделка купли-продажи. В таком случае это практически варварский способ, но, как показывает практика, он довольно эффективный. Предложите налоговой инспекции подать на вас в суд. Пусть в судебном порядке налоговая инспекция доказывает, что столько-то машин было вами продано за такую-то сумму, и вы ровно столько денег в виде налогов задолжали государству. Я думаю, что в судебном порядке разобраться будет проще, потому что суд может направлять запросы, где машина стоит на учете, когда была продана, когда была снята с учетом. У вас таких возможностей нет. Поэтому сделайте все возможное, чтобы в этом деле разбирались невыкули, у вас нет никаких возможностей что-то найти, какие-то концы вашего автомобиля. Пусть это делает судебный орган, но, наверное, все-таки по заявлению налоговой инспекции. У них вдвоем больше шансов разобраться, чем у вас у одного, ковыряться с поиском документов. Спасибо. Сергей из Краснодара. Хочу задать несколько, может быть, странный вопрос, но актуальный. В моем районе совершенно по-хамски ездит и паркуется на тротуаре белый автомобиль «Мерседес». Номера на нем старой серии, такие у нас давали 6 лет назад. Я у знакомого ГИБДДшника узнал, что эти номера числятся за другим автомобилем. ГИБДДшник сказал, что это сплошь и рядом, многие прокуроры и прочие так ездят. Это нормально? Кому сообщить? Ну, только уже не прокурор, понятно. Ну, если в регистрационных документах указан один номер автомобиля, а фактически на автомобиле висит регистрационный знак с другими цифрами от другого автомобиля, то это управление транспортным средством с подложными регистрационными знаками. А это лишение права управления. Ну, понятно, что прокурору будет сложно окучить таким вот варварским способом, но, тем не менее, проблему можно решить только одним единственным способом. Если на самом деле прокурор, а мы не знаем, может быть, и не прокурор, пишите в генеральную прокуратуру, хуже не будет. У него дело будет на контроле, а заниматься будет несостоящая прокуратура. Если этим злоупотребляет прокурор, ну, пусть какие-то организационные выводы по персоне этого прокурора, у его руководителей сделают. У нас с вами одно оружие, к сожалению, другого нет. Если у них пистолеты, пулеметы, танки, авиации, у нас с вами только одно единственное оружие, как раньше говорили, пишущая машинка, а теперь компьютер. Ясно. Короткий вопрос. Добрый день. Как пройти техосмотр автомобиля, если срок страховки ОСАГО истек? Зимой автомобиль не эксплуатируется. На эвакуаторе? Срок страховки истек, талончика техосмотра нет. Но очень просто, значит, если покупаем полис ОСАГО, значит, должны иметь талончик техосмотра со сроком действия не менее полугода. Значит, не рекомендую находить страховую компанию, которая, а сегодня таких развелось, не сказать, что много, но есть, которые, желая продать вам полис, сами же без техосмотра выдают вам талончик техосмотра. Ну, это жульковатая компания, с ними дело иметь не стоит. Но все-таки рекомендую техосмотры пройти совершенно законно, в официальном основании заключить договор о страховании ОСАГО. Но, к сожалению, способ такой. А как добраться без полиса до места приобретения полиса? Можно, во-первых, на трамвае, они ходят в последнее время исправно, можно пешком, если ноги не болят. И до полиса, в конце концов, можно добраться, понятное дело, и без машины, но можно и на машине. Потому что, если вас поймают по дороге без полиса, обязательно страхование, то есть, как человека, не заключившего договор, ну, будет вам штрафчик от 500 до 800 рублей, но вам дадут ровно одни сутки на то, чтобы вы договор страхования заключили. Одни сутки, когда еще снимут регистрационные знаки, одни сутки вы еще смело можете на машине ездить. Уж поверьте, за сутки найти компанию, которая продаст вам полис, проще постового. Спасибо. Следующий вопрос. Владимир Петров. Завершил обгон, проехав знак обгон. Запрещен буквально несколько метров. Инспектор остановил и оформил протокол для направления в мировой суд на лишение соответствия со статьей. Возможно ли отстоять удостоверение у мирового судьи? Я полагаю, что последний метр. Вы там были? Да, возможно. Судебная практика на сей счет разделилась ровно пополам. Ну, насколько мне известно, пополам. Возможно, соотношение иное. И тенденция явно благоприятная в нашей с вами пользу. Если на самом деле вы не успели вернуться на дороге, которая имеется по одной полосе в каждую сторону, не успели вернуться в ранее занимаемую полосу, в свою, ну, понятно, может быть, шла фура, может быть, вереница фур. Ну, что делать? Ну, не ехать же теперь до Магадана, так уж, коль вас туда не пускают. Значит, будем пытаться возвращаться. И можем пересечь сплошную. Судьи в этом случае уже, слава богу, уже подвинулись в этом смысле немножко. Они говорят, ну, это не есть выезд, потому что выезд совершен там, где было разрешено, через прерывистую линию разметки. Это съезд со сплошной, у нас съезд фактически по кодексу не карается. Поэтому оставить человека в покое, может быть, наказать его штрафом за невыполнение требований разметки, не более того. Ну, 300 рублей. Но Верховный суд на днях в своем пленуме, на своем пленуме, пытался этот вопрос рассмотреть так, чтобы дать соответствующие рекомендации мировым федеральным судям. Долго Верховный суд ломал голову. Как же все-таки мировым судям в этой ситуации поступать? Сломал Верховный суд голову и сказал честно, не знаю, смотрите сами. Насколько я понимаю, видимо, смотреть будут так. Если действительно вы проехали всего лишь полтора метра по встречной и вернулись через сплошную свою, ну, что ж, бывает. Наверное, можно наказать за неполнение требований разметки. Но если вы нахально поехали по левой полосе, по встречной полосе до самого Красноярска, был бы я судья, я бы лишил бы пожизненным. Понятно. Еще один вопрос, связанный тоже со встречкой. Игорь спрашивает. Совершал левый поворот на совершенно свободном перекрестке. Маневр был совершен не под прямым углом, а слегка срезан. Инспектор посчитал это въезд на встречную полосу. Разметка отсутствовала. Примерно ли решение? Срезал? 8-6 пунктов правил дорожного движения. Полагаю, что да. Водитель, поворачивая налево, не должен при этом выехать на сторону дороги, предназначенный для встречного движения. А зачем срезать? Я не очень понимаю. Безин сэкономил, что ли? Нет, минуточку. Не везде бывает разметка, но везде бывают глаза. Если вы чего-то не видите, за руль вам садиться незачем. Сидите дома или занимайтесь восстановлением зрения. Понятно. Вы частично ответили на этот вопрос, но вот чтобы наверняка, когда полицейские ведут обыск, то у них бывает санкция прокуратуры или прокурора. Должен ли ГИБДДшник иметь разрешение или предписание, или какую-нибудь другую бумагу, разрешение, позволяющему находиться в данный момент на том месте, где он находится, и производить досмотр документов? Или достаточно значка, или удостоверения. Давайте начнем с того, что санкцию на обыск дает суд. Обыск – это процессуальные действия, проводимые в рамках уголовного кодекса, в рамках уголовных дел возбужденных. Инспектор ДПС проводит лишь досмотр. Что такое досмотр? Это обследование транспортного средства без нарушения конструктивной целостности. То есть он не отрывает обшивку, не пытается разбортировать колеса, не разбирает двигатель, не отрывает клапана. Он осматривает лишь только содержимое ваших вещей, содержимое салона, багажника и того, что находится под капотом. Нужны ли ему какие-то санкции на это? Нет, конечно. Санкций никаких. Но должны быть достаточные основания для проведения досмотра. Такими основаниями могут быть. Например, оперативная информация о том, что в этой машине перевозят запрещенные предметы. Это может быть сообщение, заявление граждан о том, что в этой машине сидят двое, которые совершили нарушение административное. Неплохо было бы вообще их досмотреть и привести в чувство. Но при этом, конечно же, должны быть двое понятых. Потому что любой досмотр без понятых чреват тем, что сотрудник полиции может подбросить вам немножечко патрончиков, чуть-чуть подсыпать наркотиков или, не дай бог, еще чего-нибудь, опять-таки, для выполнения плана. Поэтому самое главное условие для досмотра должны быть основания, которые сотрудник ГАИ должен указать в протоколе досмотра. Понятно, что должен быть протокол досмотра и двое понятых, присутствие которых этот досмотр будет произведен. Отступление от этих норм и правил, ну, фактически является нарушением, грубым нарушением действующего законодательства, регламента, кодекса и должно повлечь за собой, плохо верю в серьезное наказание для сотрудника ГАИ, но как минимум в чай без сахара. Спасибо. Следующий вопрос, такой интересный. Почему бы не ввести в обязательном порядке установку видеорегистраторов? На мой взгляд, это многим облегчило бы жизнь. Есть много случаев, когда именно это устройство спасало человека от тюрьмы. Да, и разобраться в банальном, кто прав, кто виноват, будет проще. Типично русская область, да. Я тоже пока не оказался в ситуации близкой критической, о регистраторе не думал. Видимо, все мы должны пройти через эти журнала, после которых приходит понимание того, что без регистратора жить довольно трудно. К очень маленькому количеству водителей, к сожалению, приходит понимание, что нужен регистратор до тех пор, пока они не попадут в какую-то переделку. После переделки они обвешивают свою машину в видеокамеру и живут счастливо. Но вы считаете, что это нужно на уровне закона? Нет, это дело добровольное. Добровольное? Абсолютно. А как суды сейчас относятся? Это нельзя обязать это делать, потому что в конце концов существует только понятие, как тайна личной жизни. Представляете, за мной будет наблюдать камера, которая будет иметь доступ все, а избавить своего жену или любовницу от доступа к этой камере не может никакой закон. Она полезла, открыла, флешку взяла, посмотрела. Любовница выяснил, что ездил с женой, это как минимум обида. Жена выяснил, что ездил с любовницей, это как минимум развод. А как суды воспринимают файлы из записи? Позитивно? Под настроением. Судья оценивает любое доказательство по своим внутренним убеждениям. Не спрашивайте меня, что такое внутреннее убеждение, я не знаю, понять этого не могу. Ну, есть некие внутренние убеждения. Вот судья может посмотреть на видеозаписи и сказать, да, убедительно. Ну, действительно ведь не нарушал. Или действительно нарушал, что следует прямо из самой записи. Но если это опровергается запись другими материалами дела, которые судья кажутся более убедительными, она скажет, ну и что, по видеозаписи не выезжал на встречную. Но инспектор написал, что выезжал, схему нарисовал, что выезжал, пять сотрудников ДПС тоже в рапортах написали, что выезжал. Вообще все против водителя. А запись, ну, возможно, просто на ней плохо видно. Бывает и такое. Но это не значит, что нельзя и не надо судью убеждать необходимости приобщения к делам таких видеозаписей. Это не значит, что их не надо делать. Надо делать, надо приобщать, надо требовать, чтобы эта запись была учтена при производстве по делу. Среди водителей существует такое предупреждение, что судьи, ну, суды, всегда на стороне сотрудников. Это не предупреждение, это факт. Это факт. Это факт. И никаких подвижек позитивных в этом нет, не наблюдается? Видите ли, в чем дело? Нельзя, наверное, сказать о том, что на стороне сотрудников ГИБДД. Здесь, скорее всего, нет такого понятия, на чьей-то стороне. Здесь, скорее всего, есть понятие против чего. Вот очень многие судьи в куларах, сняв мантию за чашкой чая, мне признавались, ну, мы все понимаем. Ты зря здесь полтора часа нам что-то рассказывал. Да мы сами все видим. Но если мы водителя оправдаем, это значит, мы получили что? Приседент. Взятку. Или взятку. Взятку. Поэтому наше правило такое. Мы тут у себя всех лишаем налево-направо, а выстоящие инстанции посмотрят, как для соблюдения статистики по отмененным постановлениям, какое количество отменить, а какое оставить в силе. Пожалуй, они там решат, а нам сказано всех. Да и вообще-то хорошая зарплата у мировых судей, не хочется ее лишаться. А лишиться можно очень просто. То есть некоторый уровень беззакония там все-таки продолжает быть, что пускай решает вышестоящее руководство, а согласно своей статистике. Некоторый уровень беззакония там продолжает быть. Понятно, обидно. Вот мы обсудили вопрос, что делать, если другой участник аварии покинул место. Вот такой вопрос. Из Адлера человека машину водителя ударил некто сумкой по фаре, а потом заявил, что он его сбил, что необходимы выплаты. Как вот поступить в такой ситуации? То есть не было факта наезда на пешеход, но пешеход попытался... Я тогда тоже подозреваю, что у меня рублей 200-то точно должны. Но, к сожалению, я доказать-то могу ничем. Поэтому, если на место ДТП не выезжали сотрудники ДПС, сотрудники полиции, или, в частности, участковый, никак не зафиксирован факт причинения ущерба, факт наезда, то, наверное, говорить о том, кто виновен в этом наезде, пешеход или водитель, практически невозможно. Поэтому пусть пешеход, а это, скорее всего, жульковатый пешеход, требует чего угодно. Но в таком случае говорим коротко и ясно. Уважаемый, возможно, я не просто наехал, а раздавил вас так, что мокрое место не осталось. Не знаю. Пусть это выясняет, как в нем и ГАИ, как максимум суд. Обращайтесь, пожалуйста, в судебные органы, доказывайте там мою вину. Скажут, что виновен, готов возмятить любой причиненный вам вред. Но вот этот человек продолжает, что суд назначил возмещение. 580 тысяч рублей. Мы не знаем обстоятельства этого дела. Возможно, в суде было доказано истцом, что действительно был причинен в таком именно размере ущерб. То есть мы возвращаемся к тому, что если что-то произошло, нам нужно обязательно вызывать сотрудников ГИБДД. Ну, без них никуда. Как бы мы не относились к ним хорошо. К сожалению, бывают ситуации, когда обращаться к ним просто приходится. Так спокойнее. Это оформил сотрудник ДПС, а не я сам. И к документу, который оформил сотрудник ДПС, государство, доверия больше. Антон Викторович спрашивает у вас, как бороться с стихийными парковками. Конкретно у него рядом с его домом находится политехнический университет. И вот там вот дорога заставлена машинами, видимо, студентов и преподавателей. Там есть знаки «Остановка запрещена», «Въезд запрещен», но они игнорируются. ГИБДД не реагирует. Как быть? Как бороться? С кем? Почему? И почему он именно должен бороться с этим? Он может сложить с себя эту обязанность и не бороться абсолютно. Но если ГИБДД отказывается. Но если уж бессильно ГИБДД, то наш читатель, тем более, наверное, должен отказаться от этого, не брать на себя лишнее. Но если уж взял, то в таком случае нужно понимать, что это тяжкое бремя. И здесь иначе как заваливать видео, фото, кадрами, снимками, записями с жалобами прокуратуру на бездействие, я подчеркиваю, с жалобами на бездействие должностных лиц в полицейских погонах. Вот так и только так. Пусть прокуратура проверяет, почему сотрудники полиции бездействуют. Кстати говоря, может, они не очень хорошо знают, что для них это, во-первых, хорошая кормушка, во-вторых, можно на дороге вылавливать нарушителей сутками напролет, а здесь сразу можно поймать десятки нарушителей и на месяц вперед выполнить план по палкам. Понятно. И примерно такой же вопрос, но уже касается разметки. Разметки в Москве, что есть улицы, есть перекрестки, где разметка не совсем адекватна. Вот, например, по мнению Станислава, это происходит на перекрестке с улицей Бориса Галушкина и проспекта Мира. Вот что в этой ситуации делать? Кому здесь жаловаться? Опять же, заваливать все... Я не знаю, какая разметка на улице Галушкина, плохо себе представляю. Наверное, если есть основания полагать, что она неправильная, кривая, значит, она неправильная и кривая. Вопросами разметки у нас в первую очередь ведает, как контролирующий, надзирающий орган полиция, ну а как максимум дорожная служба, которая ответственна за эксплуатацию дороги. Поэтому, если вы считаете, что разметка не соответствует требованиям ГОСТа, или наоборот, соответственно, создает аварийную ситуацию на дороге, ну, опять-таки, у нас с вами только одно оружие, у нас с вами нет авиации, армии и флота. Жалоба писать, писать и писать. Причем, чем больше, тем лучше. Совсем хорошо, если это будет коллективная жалоба. А совсем будет хорошо, если случится ДТП из-за такой ненормальной разметки. А совсем хорошо, если ДТП случится с каким-нибудь большим чиновником из-за этой разметки. Я вас уверяю, даже без всякой жалобы эту разметку быстро исправят. Предпоследний, наверное, уже вопрос. Вот возникла ситуация, когда нужна помощь. Ну, юридическая, психологическая. Есть ли какие-нибудь телефоны, ГИБДД, не ГИБДД, куда можно дозвониться, в принципе, в любой момент и получить квалифицированный ответ, почему сотрудник ДПС решает поступить так, как он поступает. То есть где можно проконсультироваться быстро и желательно бесплатно. Если вы считаете, что сотрудник ДПС неправильно поступает, для этого есть служба собственной безопасности. Работает, как правило, до 6 часов вечера, поэтому если сотрудник ДПС можно пересчутить, то только до 18.00. После этого времени он абсолютно свободен от всяких моральных обязательств, потому что служба собственной безопасности в это время уже, как правило, отдыхает. За консультацией можно, как ни странно, обратиться в само ГАИ. По административному регламенту в течение не более 5 минут сотрудники ГАИ при вашем обращении в дежурную часть должны давать некие разъяснения относительно дорожно-транспортных происшествий, порядка процедуры оформления ДТП и прочих вопросов, в том числе процессуальных, которые вас интересуют. Если сотрудник дежурной части не в состоянии ответить на вопрос, дать вам грамотную консультацию, он может направить вас, переключив к другому сотруднику, который на ваши вопросы ответить может. Так пользуйтесь этим, ради бога. И это все абсолютно бесплатно. Телефон брать с автомобиля сотрудника? Все очень просто. 02, здравствуйте, соедините меня со справочной. Здравствуйте, справочная. Скажите, пожалуйста, мне телефон любого подразделения ГИБДД, дежурной части. Ясно. Ну и последний вопрос. Антон Молодцов задает его. Сравнивая общую обстановку с соблюдением прав автомобилистов в России сейчас и 10 лет назад, какой можно сделать вывод? Стало лучше или стало хуже? Стали ли водители грамотнее? Стали ли грамотнее и честнее ГИБДД? Остался ли разрыв между крупными городами и провинцией? В провинции, я служу по Московской области, например, сотрудники ГИБДД более душевные ребята, более простые ребята, более отзывчивые. В Москве более нагловатые и нахальные. Разрыв, он для глаза может быть незаметен, для тех, кто не общается довольно часто с сотрудниками ГИИ. Я общаюсь, мне он заметен. К сожалению, мы за последние 10 лет стали более оголтелыми. Мы и так были не очень-то законопослушны. Но последние годы особенно, потому что есть два фактора. Нас страшно стала раздражать наша полиция, которая не добилась серьезного улучшения обстановки на дороге. И нас страшно раздражает, что сколько брали, столько и берут, хотя нам сверху заявляют обратное. Нас раздражает безграмотность сотрудников полиции, что нас останавливают на каждом шагу. Поэтому, к сожалению, обстановка осложняется как раз в итоге тем, что мы становимся на дороге практически неуправляемыми. Нас раздражает все. А это сказывается не только на отношениях с сотрудниками ГИИ, но отношениях друг с другом. Раньше такого, как сейчас у нас есть, вы увидите наверняка в интернете, выходить друг другу бить морду, я что-то не припомню. Сейчас, по-моему, это норма жизни становится. Мы стали за рулем хуже. Мы почувствовали, что иномарка – это та машина, которая не как российская консервная коробка, а как иномарка защищает нас с вами со всех сторон. Она более железная, чем Жигули. И вот это нам создало иллюзию некой защищенности. Хотя вытаскивают из машины и колотят ногами. Но вот эта иллюзия защищенности, к сожалению, породила худшие качества. Не столько породила, сколько позволила им выйти на первое место, на вид. Мы вряд ли с вами позволим себе в очередь за колбасой обойти очередь и стать первыми. Но на светофоре, если у нас хорошая машина, никто ее не достанет, мы можем объехать всех и встать у светофора первыми. Вот эта иллюзия незащищенности, защищенности порождает, к сожалению, нашу с вами развязанность. А я бы сказал, даже отвязанность от этого, к сожалению, нам в ближайшее время никуда не деться. Спасибо. У нас в гостях был Виктор Травин, специалист в области административного права и президент коллегии правовой защиты в Толунецах. Спасибо вам.